Пять огромных мешков с мусором за минуту. Задача. Почему эта контейнерная площадка переполняется меньше, чем за полдня? Решение в статистике. На четверых выбросивших мусор услугу вывоза отходов оплачивает только один. Село Власиха, переулок Короткий. Сюда сносят мусор все, кому не лень. Частные дома, многоквартирные дома. На многих из них контейнерная площадка не рассчитана и у некоторых из них задолженность до 6 тысяч рублей. И это на одну семью. А все из-за того, что некоторые из жильцов ближайших улиц договор с рекоператором не заключали. По закону, если собственники этого не сделали, договор считается заключенным автоматически, по типовой форме. Вот только если вашего дома не было в базе поставщика услуг, счет вам не выставляется. Правда, лишь какое-то время, когда вас обнаружат, а это рано или поздно все равно произойдет, то придет квитанция с задолженностью за все месяцы неоплаты. Региональный оператор проводит адресную сверку домохозяйств непосредственно со своей базой, по которой производится начисление. В связи с тем, что эти дома опять же отсутствовали, мы сделали запрос на количество собственников и в рамках уже постановления 354 правительства Российской Федерации мы произвели до начисления заказанные услуги с момента действия регионального оператора, с момента оказания услуг, на количество собственников. В научном городке это случилось сразу на нескольких улицах. Здесь владельцам частных домов выставлен счет с 15 декабря 2018 года. Многих это возмутило. Например, мы поговорили с одним из самых активных жителей научгородка Виталием Горловым. Недавно к нему пришла квитанция с начисленным долгом 2800 рублей. Хотя сам он говорит, что мусор не выбрасывает. Ну это культура такая, понимаете, жители в деревнях, у них нет мусора как такового. Есть печка, есть бани, есть подсобное хозяйство, где это просто-напросто все перерабатывается. По сути, мы бежим вперед вот этой мусорной реформы, скажем так, мы занимаемся уже давно переработкой. Но статистика говорит, что далеко не все жители поселка разделяют идеалы Виталия. Согласно начислениям эко-комплекса, вывозить из научгородка должны 147 кубометров мусора в месяц. А получается в 4 раза больше. Люди либо не указывают полный состав семьи, либо вовсе скрываются от платы за мусор. Видимо, поэтому уходят и от камеры. У меня залог нет. А вы платите за вывоз отходов? Конечно. К вам задолженности не приходили? У меня задолженности нет. К сожалению, только пока. По данным регионального оператора, этого дома и вовсе нет в списках. Значит, его владельцы пока ни разу не платили за вывоз и скоро получат квитанцию с задолженностью. Такой тактики в научгородке придерживаются не все. Ну вот за этот месяц заплатила нормально, как и всегда платила. Пришел счет, мы оплатили его все. Именно так должны делать все примерно. Это если упрощать и сказано в законе. Мы стараемся жителям разъяснять, что действие закона распространяется абсолютно на всех. То есть, если рекоператор зашел на территорию населенного пункта и оказывает услугу, неважно, с контейнерных площадок мусор вывозится или вывозится так называемым бестарным способом, да, без контейнера, человеку выставляется плата, он обязан этой услугой пользоваться и ее оплачивать. В профильном министерстве поясняют еще одну претензию многих жителей – удаленность контейнерной площадки от их дома. Каждая контейнерная площадка согласовывается с органами Роспотребнадзора. То есть, если выбрано решение принято о том, что контейнерная площадка будет располагаться не возле каждого дома, да, а на каком-то расстоянии, пусть даже превышающем нормы санитарных правил, жители обязаны этими контейнерными пользоваться. Кстати, законом установлена и обязанность людей заключать договор с рекоператором. Чем полнее картина по количеству пользователей и услугой, тем чище на контейнерных площадках. Ведь если муниципалитет будет знать обо всех, кто пользуется услугой, он сможет установить и нужное количество контейнеров. Тогда подобного беспорядка не будет и не придется бросать мимо. Продолжение следует...